Реализация проекта «Социальная карта НАУ» начнется в четвертом квартале 2016 года. Об этом в программе «Актуальное интервью» рассказал директор Неницкого информационно-аналитического центра Павел Окладников. Сейчас учреждение ведет конкурсные процедуры. На первом этапе заказано 10 тысяч карт. На первом этапе запланировано предоставление трех услуг. Это оплата проезда в автотранспорте, обеспечение молочной продукцией и детским питанием детей до трех лет. В дальнейшем область ее применения будет расширена. Отмечу, что внешне, в частности, по форме социальная карта будет напоминать банковскую карточку. На ней будет фото, фамилия, имя, отчество ее держателя и чип, в котором будет содержаться вся информация. Да, карта будет своим родом идентификатором. Идентификатором человека, идентификатором услуг. То есть при обращении на первом этапе это за детским питанием, за молочным питанием для детей, то есть так называемой молочной кухней и проезд в общественном транспорте. Человек, житель Ленинского округа, будет предъявлять данную карту и по ней уже будет проходить активация услуги. То есть будет обозначено, имеет право на эту услугу, либо же не имеет. Для дальнейшего развития планируем, что, скорее всего, у каждого жителя округа, независимо от того, является он получательным услугой или нет, но в дальнейшем может не будет являться получательным услугой, у каждого будет данная карточка. На первом этапе заказано 10 тысяч карт, то есть основ, на которые будет наноситься вся информация. Как раз-таки в эти первые полгода мы будем анализировать, какая потребность на этих картах стоит, и после этого будем заказывать. Но в такой ситуации, что кто-то придет с заявкой, и ему не предоставится карта, этого не будет. То есть в любом случае будем анализировать, сколько карт осталось, сколько потребностей имеется, и их дозаказывать. Скажем так, здесь две стороны. Одна сторона – это удобство для получателя услуг. То есть теперь нет необходимости носить большой пакет документов по разным услугам. Достаточно один раз зарегистрировать, завести на карточку те услуги, которые вам положены по мерам социальной поддержки Нининского округа, и после этого иметь только ее в наличии. То есть не обязательно даже паспорт, удостоверение личности. Она будет для социальных льгот сама являться удостоверением личности. Сейчас разрабатывается и дополняется существующая нормативно-правовая база по получениям социальных мер социальной поддержки в Нининском округе. И как раз таки социальная карта там будет прописана и обусловлена уже. Но еще раз хотелось бы повторить, это делается не для удобства органов госвласти, не для удобства тех учреждений, которые предоставляют услуг непосредственно для удобства получателя услуги.